Все мы знаем, что стекло хрупкое, но в то же время при специальной обработке может быть и прочнее металла. Но оно никогда не сочетает в себе прочность и хрупкость одновременно. Кроме феномена стеклянной капли Руперта, которая может выдержать давление в десятки тонн и попадание пистолетной пули. Но одновременно с этим она очень хрупкая. Вероятнее всего, подобные стеклянные капли были известны стеклодовым с незапамятных времен. Однако внимание ученых они привлекли довольно поздно – где-то в середине 17 века, когда принц Руперт вернулся после долгого изгнания в Англию и привез с собой необычные стеклянные капли, которые преподнес Карлу II. Король передал их для исследований в лондонское королевское общество, чтобы разгадать их тайну. Но ученые так и не нашли ответа. Что же так будоражило всех, кто видел этот стеклянный феномен и продолжает удивлять до сих пор? В 17 веке, прежде чем появилось название капли принца Руперта, они были известны как Ботавские слезы. Ботавия – это старое название Нидерландов, потому что впервые они начали массово изготовляться именно там. Технология изготовления капли принца Руперта чрезвычайно проста. Нужно лишь взять ведро холодной воды и капнуть туда расплавленным стеклом. После того, как стекло остынет, получится изделие в виде капельки. Казалось бы, вся эта процедура крайне проста. Тем не менее, Ботавские слезы обладают очень интересным свойством. Они сочетают в себе парадоксальные на первый взгляд качества. Капля Руперта является одновременно невероятно прочной и невероятно хрупкой. Головка получившегося головастика на удивление крепкая. Ее практически невозможно разбить молотком или другим подручным инструментом, а под гидравлическим прессом она может выдержать десятки тонн в зависимости от размеров. Но если хоть чуть-чуть поцарапать хвостик или надломить его, вся капля взорвется на крохотные осколки. Чтобы объяснить это явление, исследователи изучили распределение напряжения внутри капли. Когда капля расплавленного стекла попадает в воду, то ее внешний слой охлаждается так быстро, что структура стекла не успевает перестроиться, и соответствующее изменение объема мало. Во время остывания внутреннее стекло сильно сжимается, приводя в конечном итоге к огромному накоплению механического напряжения внутри капли. В результате сердцевина оказывается растянута, а внешний слой сжат. Иначе говоря, во внутренней части остывшей капли действует механическое напряжение растяжения, а во внешней части напряжение сжатия. Посмотрев на каплю через поляризатор, можно увидеть все это накопление напряжения. Для разрушения капли необходимо, чтобы трещины проникли в ее сердцевину. Обычно они распространяются вдоль поверхности слезы и не могут попасть в зону растяжения, что объясняет прочность стекла. Однако в том случае, если трещина образуется при разрушении хвоста, то она доходит до центра капли и провоцирует эффектный взрыв. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!